Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 12 апреля, пятница, и Церковь предлагает нам вновь и вновь отрывок из книги «Бытие». И мы продолжаем с вами чтение о патриархе Аврааме. И сегодня для нашего назидания, к нашему рассмотрению внимательному предлагается 22 глава, первые 18 стихов этой главы. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мариа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить отцу своему, и сказал, «Отец мой». Он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же Агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе Агнеца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. «И устроил там Авраам, жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими, Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек Авраам имя месту тому, Иегова Ире, что значит Господь усмотрит. Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвел к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твоя, как звезды небесные, как песок на берегу моря. Я владею семя твое городами врагов твоих. И благословятся всеми твоем все народы земли за то, что ты послушался глаза моего». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы открываем с вами 22 главу книги «Бытия». Это глава – один из самых драматичных моментов Священного Писания Ветхого Завета. Это так называемое испытание веры Авраама. И это испытание доходит до самых, быть может, глубин человеческого естества, доходит до самого внутреннего нашего переживания и действительно является самым последней точкой испытания Авраама, испытания его веры. И сегодня мы, конечно же, немыслимо смотрим на эти вещи, потому что мы не привыкли к человеческим жертвоприношениям. Надо сказать, что во времена Авраама эти жертвы человеческие не были чем-то диковинным, о них слышали. И даже и сегодня археологи раскапывают многочисленные могилы, где лежат сотни, десятки, сотни убитых людей разных возрастов. Зачастую это дети от младенческого до 15-летнего возраста. И мы знаем, что существовали целые культы, где практиковались человеческие жертвоприношения, детские жертвоприношения. И во времена Авраама, конечно же, это было распространено. Но все равно Исаак – это единственный сын Авраама по обетованию. Мы знаем, что еще был Измаил от его служанки Агарь. Но он не является сыном обетования, а он является сыном человеческого произвола. Недоверие. Авраам не доверял Богу, и по слову Сары вошел к своей служанке, она зачала и родила сына Измаила. Но это не есть сын обетования, а сын обетования это Исаак. Именно в нем заключалась вся суть тех обетований, которые Бог давал Аврааму. И вот Бог говорит абсолютно нелогичную вещь. Если в Исааке будет все, что так чаял Авраам, и тут Бог говорит убить его, принести его, не просто убить, а принести его в ритуальное жертвоприношение. И всесожжение – это такая жертва, когда сжигается полностью все естество жертвенного агнца. Но Авраам доверяет Богу. Он идет, он не понимает, но он знает и верит Богу. И по толкованиям святых отцов Авраам доверил Богу, ибо он верил, что Бог силен воскресить, воскресить его сына. И поэтому он доверяет и следует за Богом. Бог неоднократно являлся ему. Нужно понимать, что между Авраамом и Богом были особенные отношения в тех видениях, в том мистическом опыте, который обладал Авраамом и которым не обладаем мы. Поэтому нам сложно понять ту решимость Авраама, с которой он идет. И нужно понимать еще одну вещь, что Исаак – это не маленький безусый юнец. Потому что если мы говорим о том, что Авраам взял для всесожжения дрова, и те слова, которые, тот термин, который употребляется в отношении Исаака, говорит нам о том, что Исаак не был мальчишкой, но это был уже юношей, который варьировался от 20 до 40 лет. Поэтому неудивительно, что когда они подходят к горе, этот юноша, по нашему представлению, это какой-то подросток, мальчик, но на самом деле это уже взрослый мужчина в наших сегодняшних реалиях, он спокойно берет вязанку дров, которые было бы достаточно, чтобы сжечь дотла тело. Это очень много дров, и он берет их с собой, взваливает на себя и идет. И вообще вот в всей этой ситуации, во всей этом описании, конечно же, раскрывается нам вся глубина веры Авраама, доверия Богу, веры и в воскресение, в будущее воскресение Исаака. И также нам типологически раскрывается образ Бога Отца и Бога Сына. Ведь сказано, что Бог настолько возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного во имя других людей. То есть это высший пример любви. И нам уже пророчески отображается этот пример. Далее нам говорится, что он связал Исаака. Исаак добровольно ложится на этот жертвенник. Иначе он бы не смог связать такого взрослого мужчину в наших сегодняшних реалиях. Он бы просто не дался, но он добровольно ложится на это всесожжение. И этим символизирует добровольную смерть Господа Иисуса Христа на кресте. Но Бог не благоволит человеческим жертвоприношением. И вера Авраама испытана. И Бог посылает ангела, который дает Агнца, которым Авраам заменяет Исаака. Они приносят жертву всесожжения и хвалят и благодарят Бога. И Бог вновь повторяет те обетования, которые были даны Аврааму о его потомстве. Итак, дорогие братья и сестры, мы видим яркий пример глубокой веры Авраама, доверия его Богу в таком драматическом эпизоде Ветхого Завета. Будем молиться и доверять Богу. И будем помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда читаем Священное Писание, Бог с его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе. И до новых встреч. Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова